Общее сведение. Разрыв матки – это нарушение целостности матки при беременности или во время родов. Впервые данная патология была описана еще в XVI веке. В настоящий момент это одно из наименее распространенных патологических состояний в акушерстве. Общая частота разрывов матки колеблется в пределах 0,1-0,01% от всех родов. До начала родов случается только 8-10% разрывов. Во и двух триместрах данная патология наблюдается редко. При этом для разрывов матки характерны высокие показатели материнской перинатальной смертности 3-5% и 35-40% соответственно. В современном акушерстве ведущая роль отводится профилактике путем раннего выявления потенциальных и теологических факторов и рационального подбора способа родоразрешения на их фоне. Разрыв матки – причины разрыва матки. На данный момент выделяют несколько вариантов этиопатогенеза разрывов матки при родах, механическая преграда для плода, гистологические. Изменение тканей матки и насильственное воздействие. К первой группе относятся все анатомо-физиологические особенности матери или плода, которые осложняют или делают невозможным прохождение ребенка через женские родовые пути. Спровоцировать разрыв матки могут разгибательное или поперечное положение, осинкелитическое вставление головки, водянка головного. Мозга – большой плод, аномалии развития кости таза, наличие новообразований половых путей. Гистологические изменения на данный момент являются наиболее распространенной причиной разрывов матки свыше 90% всех случаев. В эту группу включают наличие рубцов или участков трофических изменений миометрия после более чем трех родов. В Т. Ч. С осложнениями, множественных воскобливаний, кессоревых сечений или других операций на матки, частых эндометритов. Механизм развития основывается на потере эластичности тканей или их слабости, как следствие невозможности выдержать нагрузку. Насильственный разрыв матки, вызванный использованием акушерских пособий или операциями, встречается редко. Причиной разрыва в таких случаях становится оказание чрезмерного давления на матку руками врача или медицинским инструментарием. Разрыв матки может быть вызван несоблюдением техники проводимой операцией использованием приема кристеллера, длительной стимуляцией, окситоцином, поворотом плода при запущенном поперечном предлежании. Классификации разрыва матки в зависимости от патогенеза разрывы матки разделяют на «самопроизвольные». Это разрывы, возникающие самостоятельно, на фоне анатома физиологических особенностей материи или ребенка, механическая преграда. Гистологические изменения Насильственные Такие разрывы матки являются результатом медицинских действий использования вакуум-экстрактора щипцов слишком быстрого рождения ребенка, травмы живота и таза. По степени повреждения стенки разрывы матки можно разделить на две группы полные разрывы матки, при которых повреждаются эндо, мио и периметрий. При этом формируется отверстие между маточной и брюшной полостью, через которое может выходить плод. Неполные разрывы матки ограничиваются только эндометрием или миометрием. Основное проявление образования гематомы подвесцеральной брюшиной или между листками широкой связки. Симптомы разрыва матки Разрыв матки может находиться на одной из трех стадий, угрожающей, начавшейся или совершившейся. Такое деление обусловлено последовательностью нарушения целостности стенок матки и возникающими на фоне этого клиническими проявлениями. При угрожающем разрыве матки клиника обусловлена чрезмерным растяжением тканей, однако их целостность еще и сохранена. Ведущие симптомы данной стадии выражены боли в гипогастрии, усиление интенсивности и сокращение пауз между схватками, повышение ЧСС и ЧД, субфибрилитет, задержка мочи, спускание, отек наружных половых органов. В средней трети живота или немного выше пальпаторна можно выявить контракционное кольцо. При угрожающем разрыве матки ухудшается фетопалацентарный кровоток, возникает гипоксия плода, которая приводит к повреждению ЦНС или даже смерти ребенка. Начавшийся разрыв матки характеризуется нарушением целостности эндометрия и миометрия, повреждением артерии или вены, формированием гематомы. Клинические проявления этой стадии включают в себя судорожные схватки с ярко выраженным болевым синдромом, выделение из влагалища кровянистого или сукровичного характера и примеси крови в моче. Данное состояние часто приводит к развитию шока. Его начальная эректильная стадия сопровождается общим возбуждением, сильным страхом, криком и медрязом. Зачастую начавшийся разрыв матки завершается смертью ребенка вследствие длительной гипоксии. Совершившийся разрыв матки проявляется полным разрывом стенки. При этом резко исчезает давление плода на половые пути. Клинически это характеризуется усилением боли на высоте одной из схваток, после которой полностью останавливается родовая деятельность. Ранее возникший шок переходит из эректильной фазы в торпидную, проявляются признаки массивной кровопотери, резкая бледность кожи, поверхностное дыхание и нитевидный пульс, обвал от западения глазных яблок, рвота, помутнение и потеря сознания. На фоне полного разрыва матки ребенок может переходить в брюшную полость. В таких случаях части плода четко пальпируются под брюшной стенкой, а сам плод смещается выше входа в малый этаз. Диагностика разрыва матки Диагностика разрыва матки основывается на данных анамнеза и физикальном обследовании роженицы при необходимости в результатах УЗИ. В большинстве случаев время на постановку диагноза очень ограничено, так как разрыв матки – это ургентное состояние, требующее немедленного врачебного вмешательства. В случае неправильной трактовки выявленных симптомов, неверного или позднего определения характера патологии существенно возрастает. Риск смерти как ребенка, так и матери При опросе женщины обращают внимание на характер болевых ощущений, наличие выделения из половых путей, ранее перенесенные гинекологические заболевания и операции, особенности предыдущих родов. Как правило, риск развития разрыва матки оценивается еще до начала родов, в Т. Часть по результатам ультразвукового сканирования. О результатах обязательно информируется принимающий рода акушер-гинеколог. При физикальном обследовании женщина с подозрением на разрыв матки оценивается от ЧД и ЧСС проводится пальпация живота. Далее выполняется внешний акушерский осмотр с целью оценки размеров и тонуса матки положения в ней плода. При сомнительном результате физикального обследования может осуществляться контрольное ультразвуковое сканирование. УЗИ дает возможность оценить толщину стенок матки и выявить нарушение их целостности, определить стадию, на которой находится разрыв матки. С целью оценки жизнедеятельности плода может проводиться кардиотокография.